Всем привет! В этом подкасте мы разберем очень интересный инструмент, который будет нам заблаговременно показывать, когда на ведущих экономиках и рынках, мировых рынках, будет начинаться рецессия и когда она будет заканчиваться. Мы будем видеть все этапы развития той или иной экономики, что позволит нам своевременно и правильно реагировать, когда мы инвестируем на фондовом рынке. В первую очередь, конечно, речь пойдет о фондовом рынке США. Прежде чем мы начнем погружаться, напомню, что информация, представленная в данном контенте, не является индивидуальной рекомендацией и предоставляется исключительно в целях ознакомления самообразования неограниченному кругу лиц. Итак, у нас, как вы знаете, в Дискорде, ссылка на Дискорд будет под данным роликом, в Дискорде многие вещи происходят при помощи роботов, это очень помогает, потому что роботы выполняют колоссальную работу, агрегируя информацию и отображая ее в Дискорде. В частности, речь пойдет о ветке итоги недели, она полностью роботизированная, я здесь сам ничего не публикую, и мы здесь видим итоги каждой недели. И я сюда добавил еще три блока, о которых сегодня, собственно говоря, пойдет речь. И эти блоки будут публиковаться по субботам в 10 утра, и вы будете каждую субботу видеть, куда же двигается та или иная экономика. И я сейчас также расскажу, почему это важно вам понимать, как трейдерам или инвесторам, там не важно, долгосрочного инвестора, среднесрочный инвестор. Плюс ко всему, не сильно важно, на каком рынке вы занимаетесь инвестициями, то есть это фондовый рынок Бразилии, России или Китая, потому что если ситуация критичная на американском рынке, то это так или иначе отражается в том же направлении, возможно, с временным лагом, конечно, но отражается на других рынках. То есть если на американском рынке все очень плохо, то это отражается и на других мировых рынках. Итак, что же мы будем видеть теперь, с сегодняшнего дня, в конце каждой недели? Мы будем видеть вот такую таблицу, где будет отображена, будет отображена динамика каждой отдельно взятой экономики в мире. То есть это Америка, Канада, Китай, Индия, Корея, Япония, Мексика, Бразилия, Англия, Германия, Италия, Франция, Австралия и Испания. Это во-первых. Во-вторых, мы будем видеть динамику, именно как двигаются те или иные экономики и на какой они сейчас стадии. Всего есть четыре стадии. То есть по сути это цикл, который всегда повторяется. То есть сначала мы видим начало роста, пик роста, потом стагнацию, рецессию и опять заново. Именно поэтому говорят, что фондовый рынок всегда восстанавливается, потому что он двигается всегда по циклу. Но мне всегда приходилось самостоятельно погружаться в макроэкономику, во все эти детали с рецессиями, стагнациями, дефляциями. Но сейчас все это дело я очень упростил и для себя, и для вас, собственно говоря, чтобы вам было тоже удобно смотреть. Что мы видим? Мы видим вот такие цветные кружки, и каждый кружок отображает страну или группу стран. То есть синий Индия, Мексика, зеленый Япония, голубоватый Америка, Австралия, Канада, Корея, Бразилия, зеленая Еврозона, более светлая, потом идет у нас Англия и красный Китай. Цвета сами по себе ничего не означают, то есть не означает красный, а это там все плохо или еще что-то. Просто так выделили те или иные страны, чтобы показать, куда мы сейчас переходим. Эти данные берутся у крупнейшего брокера в мире, Fidelity, который за нас с вами агрегирует все данные, анализирует и делает вот такую вот таблицу. А мы, собственно говоря, берем у него. Таким образом, мы видим, что, к примеру, экономика Китая, она выходит из рецессии и начинает свое восстановление. То есть вот на ранних стадиях она начинает свой рост и будет двигаться к росту. Но если мы говорим про Америку, на которой мы, собственно говоря, большую часть времени торгуем, то мы на пути к рецессии. Вот почему ведущие аналитики, СМИ и так далее, они говорят, что мы идем к рецессии. Потому что анализируется огромный пласт информации и на выводах строится данная динамика. И действительно мы видим, что мы двигаемся к рецессии. Безусловно, никто не знает, когда она произойдет. Конечно, каждый там строит свои прогнозы. Кто-то говорит, что в начале следующего года, кто-то говорит, что это будет летом следующего года, кто-то говорит, что это все будет под президентские выборы США, то есть ближе к осени. Но в любом случае мы понимаем, что самое важное, что мы не находимся сейчас, как Китай, в начале роста экономики, что нас ждет рецессия и нам предстоит в ней находиться и из нее потом выходить. Это крайне важно, поэтому мы будем видеть эти данные на еженедельной основе и будем видеть, как это все двигается. Сами данные аккумулируются, агрегируются. Платформа, где мы берем их ежеквартально. То есть мы внутри квартала будем видеть, как это все двигается. Что дальше? Вы спросите, окей, мы знаем, что мы двигаемся к рецессии, а что делать? И это, наверное, один из самых важных вопросов, потому что, ну окей, сейчас мы понимаем, что мы сейчас на бычьем ралли на рынке, да, на американском рынке все растет, все хорошо, что-то восстанавливается, что-то набирает обороты. Возможно, у нас будет Санта-Клаус ралли под конец года. Но мы должны, как говорят на Уолл-стрит, держать ногу за дверью, понимать, что у нас, возможно, будет рецессия. Итак, отвечая на вопрос, что делать, когда наступит эта самая рецессия, что делать, когда она закончится, что делать внутри рецессии. Таким образом, мы переходим ко второй динамической таблице, которая отвечает на вопрос, какие сектора растут или падают в тот или иной экономический цикл. Как вы помните, я сказал, что у нас есть ранний цикл, средний, то есть пиковый, когда уже поздний и рецессия. Вот они здесь. Early, mid, late recession. И четыре цикла. В этой таблице у нас тоже эти самые четыре цикла. И здесь уже эти циклы разбиты по секторам. У нас есть топ-11 ключевых секторов США. И на каждый сектор, на каждый бизнес-цикл у нас есть отметка. То есть, например, когда мы в начале, в ранней стадии роста экономики, то у нас растут сектора финансовый, недвижимость, consumer discretion, информационные технологии, индустриальные, materials, вот эти сектора. И причем там, где два плюсика, они растут быстрее других. Что не растет, это consumer step-less, healthcare, energy, utility. Communication Service вообще в нейтрале находится в данном периоде. То есть, понимая, где мы сейчас находимся, мы можем покупать те или иные акции, чтобы заработать в тот или иной период. То есть, сейчас штат находится в периоде late. Таким образом, нам стоит обратить внимание на real estate, на consumer step-less и энергосектор. А, и utilities. Вот. И utilities мы видим, что растет действительно сильнее всех. Я неоднократно писал в дискорде о том, как сильно растут, например, те же компании, которые занимаются кибербезопасностью. Очень сильно растут и очень неплохо себя чувствуют. Энергосектор тоже неплохо себя чувствует. Он, конечно, сейчас волатилен на фоне кризиса на Ближнем Востоке, но он себя чувствует очень неплохо. То есть, early, да, ранее стадия мы видим сектора. Мы видим, что в среднюю стадию растет только информационная технология и communication services, то есть, вот эти два сектора. Остальные либо ничего не делают, либо падают. Поздний период у нас real estate опять растет, опять растет constant step-less и energy вместе с утилитами. И далее, когда мы в рецессии, то есть, когда США, вот этот вот голубой кружочек уже будет здесь, где находится, например, уже экономика Англии и почти вся экономика еврозоны погрузилась туда, то в рецессии у нас будут фавориты constant step-less, health care и утилиты. Все. Все остальное либо будет падать, либо не будет ничего делать. То есть, находиться в технологическом секторе в том же, ну, нельзя. Это все посыпется. Да, всякие Apple, Google, Microsoft там и так далее, это все посыпется. Вот поэтому нужно, нужно быть на чеку. Вот эти два инструмента, то есть, две инфографики будут помогать вам зарабатывать на тех или иных изменениях на фондовом рынке США. Еще один важный момент. Если вы имеете доступ к ETF, то есть, если вы не хотите подбирать акции из данных секторов, а вы хотите выкупать весь сектор, то вы можете просто взять ETF на real estate, ETF на финансы, ETF на информационные технологии, да, там, TripleQ, например, вот, и покупать целый ETF, и тогда вы будете забирать все движение именно при помощи ETF, и вам не нужно будет выбирать какие-то конкретные акции. Вот это второй способ. То есть, первый способ вы можете акциями находиться в тех или иных секторах во время того или иного бизнес-цикла. Можете при помощи ETF, а можете просто купить ETF на S&P 500, не трогать секторальный ETF, не трогать акции, и просто находиться в S&P, который вы будете покупать независимо от бизнес-цикла, просто ежеквартально, или там, с зарплатой, да, и просто понимать, что, вот, например, сейчас идет рецессия, именно поэтому ваш портфель просел, или сейчас вы растете. А растете почему? Потому что бизнес-цикл идет на раннюю стадию развития, рекавери, вот он, да. То есть, можно либо акциями заработать на этих секторах, можно ETF-ами, а можно никак не реагировать на это, но понимать, почему ваш портфель проседает или растет в тот или иной период, потому что вы заглянули, увидели, что вы находитесь в рецессии. То есть, мы сделали сейчас с вами еще один шаг, чтобы не погружаться в вот это вот обучение техническому анализу, фундаментальному анализу, вот во все эти дебри, если у вас нет времени, если у вас нет желания, у вас есть основная работа, дети, семья, и вы хотите, чтобы ваши деньги, они работали без вашего активного участия, то вот welcome. Вы всегда можете увидеть в дискорде, в каком направлении двигается экономика, и делать для себя пометки, почему ваш портфель чувствует себя так или иначе. И все. И на этом вы будете всегда находиться в том самом тренде. Неважно, растет он, не двигается или падает, вы всегда будете на волне, потому что вы будете заранее знать, куда вы, собственно говоря, двигаетесь. Более приближенный, более короткий анализ, я добавил для этого, для более короткого анализа, добавил еще одну таблицу, она называется экономический календарь США на будущую неделю, и здесь главное событие отмечено красной звездой. Я хотел нарисовать красную звезду, но технически у нас это не получилось сделать, с этой командой, поэтому мы написали просто словами. Окей, что у нас тут отмечено красной звездой? Во-первых, вы будете видеть на неделю вперед, что происходит в США и какие данные они ждут. Ну, например, продажи домов красным отмечено, например, итоги совещания Федрезерва красным отмечено, и так далее. То есть, безработица. Почему это важно? Потому что, опять же, может быть такое, что вы купили какие-то акции с надеждой, что они будут расти, а они в какой-то момент перестали расти, и вы не понимаете, что происходит, почему. Вроде все хорошо, вроде анализ вы провели правильно, тогда вы заглядываете в этот календарь, и вы видите, что рынок ждет решений Федрезерва, рынок ждет данные по безработице, рынок ждет данные по производству, и так далее. И вы понимаете, окей, тогда я спокойно, я понимаю, что происходит. Здесь дело не во мне, не в том, как я выбрал акции, здесь дело только в том, что у нас макроэкономический календарь показывает важные события. То есть, я хочу, чтобы каждый из вас чувствовал себя максимально спокойным на рынке, чтобы он не реагировал, чтобы нас с вами не называли хомяками, как вы знаете, хомяков называют людей, которые на фондовом рынке реактивно влияют, реактивно реагируют, прошу прощения, реактивно реагируют на те или иные события. То есть, что-то там в новостях прочитали, ой, пойду продам все, что-то там прочитали, ой, надо быстро покупать. Вот чтобы такого не было, да, там прочитали, что рецессия надвигается, чтобы вы не побежали все продавать, вы зайдете в Дискорд и посмотрите, она действительно надвигается или нет, где вы вообще от рецессии находите, еще далеко. То есть, СМИ могут нагнетать все, что угодно, я поэтому не люблю СМИ и всех призываю не читать их, потому что они нагнетают всегда. Вот, вы открываете и видите, что все окей, вы никуда не скатываете, до рецессии еще далеко. Да, даже если скатываетесь, вы увидите, что в чем вы, в чем вы должны встречать рецессию, в каких секторах. Вот. Под этим роликом я также оставлю ссылку для тех, кто хочет защищаться от рецессии, то есть, не зарабатывать, а именно защитить то, что он заработал. Вот так вот. Оставлю ссылку на ролик, который я снимал два года назад, он единственный в YouTube, который рассказывает про хеджирование, как это происходит на Wall Street. Тоже посмотрите, это прям поможет вам иметь полную картину, как действовать во время рецессии на фондовом рынке. Итак, макроэкономика. Ну, раз мы на, на итогах недели, в этой ветке, давайте быстренько пройдемся по итогам текущей недели, да, и посмотрим, чем она нам запомнилась. Первое, мы видим, что у нас очень хорошо растет процент акций внутри S&P 500, которые преодолели свои 200-дневные средние. То есть, процент таких акций вырос на 5%, 5,7%. И сейчас больше половины акций в S&P 500, в индексе S&P 500, они выше 200-дневных средних. Это очень хороший показатель, потому что эти цифры, они были когда-то и на уровне 20, это было кошмарно. И кошмарно было для тех, кто не знал, что делать. Давайте вот так вот. Но мы оттуда вылезли, и лично я вылез с огромной прибылью, потому что я смотрел еще на один индикатор, сейчас я вам его покажу. Идем дальше. Волатильность. Волатильность на уровне 13. Это тоже показатель для среднесрочных инвесторов, что на рынке очень маленькая волатильность, все спокойно, и мы потихоньку двигаемся по тренду. То есть если ВИКС падает, индекс волатильный, значит на рынке все спокойно. То же самое касается индекса доллара. Если он падает, а он падает на полпроцента по итогам недели, значит акции будут расти, и акции сейчас в моменте растут. Это хорошо, потому что когда индекс доллара растет, акции не растут. Еще один важный момент. Индекс страха и жадности. Вот благодаря этому индексу я закупался технологическим сектором вот здесь, вот на этих уровнях. Это было буквально, не знаю, там несколько недель назад. И вот как раз на вот этом росте без технического анализа я и заработал. И поэтому я уже об этом рассказывал. Я хочу еще раз пощеркнуть, что вот этот индикатор, это прекрасный показатель, как вы должны действовать в тот или иной период на рынке. И сейчас мы двигаемся к показателю greed, жадность. То есть, когда у нас extreme fear, мы должны покупать. Потому что extreme fear, это когда вот эти вот хомяки, которые не знают, что происходит, читают в СМИ и проводят неверный анализ, все распродают. Мы с вами должны покупать. Когда очень страшно, когда все падает, и когда все вокруг говорят, что будет еще хуже, когда все вокруг говорят, что конец капитализму, когда все вокруг говорят, что на этот раз рынок точно не восстановится. На этот раз все будет плохо. И вообще там Apple обанкротится, Facebook закроется. Вот этот момент мы должны покупать. Потому что акции всегда покупаются тогда, когда меньше всего этого хочется. Меньше всего. Когда вам страшно, плохо, и вы думаете, что вы все потеряете, если вы сейчас купите. Вот в этот момент создаются капиталы. И в этот момент покупаются акции. И когда мы переходим в жадность, когда мы двигаемся к экстремальной жадности, когда мы заходим на эту экстремальную жадность, вот здесь мы должны все продавать. Потому что здесь уже те, кто вот здесь вот все продавал, а мы покупали, пришли сюда, у них сработал FOMO. FOMO, как вы помните, это признак того, что такое состояние трейдера или инвестора, неважно, когда он думает, что вот все растет, а он сейчас все упустит, и он начинает вот здесь покупать. И вот здесь на пиках мы все сливаем. Потому что вот эта табличка, она очень часто еще и сходится с этими циклами рецессии. Когда огромная жадность, мы двигаемся к плохим экономическим показателям, и все начинают покупать, а надо сливать. И в какой-то момент экстремальная жадность, она катится обратно, а нас тут уже нет. Мы уже себе заработали, купили машину, квартиру, уже нет сумку, и ушли отсюда. И вот эти люди все начинают терять. А мы ждем, спокойно ждем. Помним главные правила инвестора, меньше трогаешь брокерский счет, больше зарабатываешь. Это золотое правило, оно всегда работает. И ждем, когда мы придем в экстремальный страх, покупаем опять здесь, и спокойно ждем, пока это придет сюда. Никогда не забывая про то, что рынок двигается циклами. Любой. Китай, Индия, Америка, Япония, Европа, не важно. Все двигается циклами. Далее. По итогам недели у нас Real Estate вырос очень хорошо. Materials, Consumer Discretion. Вот эти сектора по итогам недели стали лидерами, что, собственно говоря, подтверждает корректность нашей вот этой таблицы, какие сектора растут, когда мы двигаемся к рецессии. Вот они, собственно говоря, и растут, и показывают лидерский рост. И вы можете либо купить данный, весь данный сектор при помощи данного ETF, потому что это все название ETF, да, либо провалиться внутри него, просто в Google вбить XLRE Top Holdings, да, какие топовые там акции состоят в них, и купить их. И все, и все будет у вас расти. В целом, рынок был на территории покупателей, они немного подсдулись, на следующей деле они могут еще подсдуться, потому что есть те или иные плохие, ну, неплохие, нехорошие новости экономические, поэтому это все может еще чуть-чуть подсдуться. В целом же все довольно-таки неплохо. на прошлой неделе у нас отчитались крупные компании, розничные, и выросли очень неплохо. Смотрите, тот же Palo Alto, это тот же антивирусы, только помню, да, антивирусы, и они выросли на 22%, Target 42%, то есть очень-очень неплохой результат. что еще, что еще у нас было на прошлой неделе, да, наверное, наверное, все, да, это то, что, на что стоило обращать внимание, доллар и евро временно опустились, но это вопрос времени, питерская биржа пока на стопах, бренд вернулся на 82%, он потерял уровень 80%, сейчас вернулся к нему, золото, потерял уровень 2000%, хотя на него заглядывало, ну вот, поэтому ничего такого сильных сменей нет, биткоин колбасит туда-сюда на несколько процентов, пока он не может определиться, куда, куда он, собственно говоря, направляется, поэтому пользуйтесь данным инструментом, ссылка на дискорд будет под данным роликом, ссылка на хеджирование рисков, если вы захотите хеджироваться или хотите ознакомиться, как это делать на Wall Street, тоже будет под этим роликом, всем хорошего настроения, держите верного курса, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok